МАРИИНСКОГО ТЕАТРА Врачи даже советовали матери певицы оставить новорожденную Марию в больнице. Но семья будущей звезды оперной сцены не сдавалась. После того, как в два года девочка встала на ноги, ей пришлось до четырех лет носить специальную фиксирующую обувь. Затем Марию отдали на ритмику и в класс с альфеджио, а позже в балетную школу и на художественную гимнастику. Мария Гулегина признается, у нее не было и минуты свободного времени. Но за это она очень благодарна своим родителям и педагогам. После того, как уже вот это все состоялось в моей жизни, я научилась работать у моих учителей. Я научилась не просто, они мне, ну как говорится, не просто дали рыбу, там дали продукт, они меня научили ловить. Рассказала Мария Гулегина и о работе на самых знаменитых сценах мира. Так, например, в Ласкало певица приняла участие в 14 новых постановках, включая спектакли «Тоска», «Федора», «Макбет» и «Пиковая дама». Некоторые из которых Мария исполнила под управлением художественного руководителя театра Рикардо Мутти. Очень много мне дал маэстро Мутти. Я с ним спела шесть постановок, но я считаю, что вообще кто удерживает хоть одну, достойно ордена за боевые, трудовые и всяческие заслуги. На вопросы публики Мария Гулегина отвечала подробно и откровенно. Зрители спрашивали о сложностях работы на оперной сцене, о том, важно ли даже будучи мировой звездой, продолжать работать над голосом совместно с педагогом. И о том, почему к некоторым партиям у певицы особые отношения. Вы в одном из интервью сказали, что после того, как споете «Леди Макбет», вы всегда молитесь очень много. Почему? Вот потому. Потому что она произносит такой текст, который очень страшный. И христианский человек с христианской моралью не имеет права такие слова говорить. На спектакль «Макбет» прима крупнейших оперных театров мира зрителей пригласила лично. Это очень интересный спектакль. Он очень правильно поставлен. Тут даже нечего добавить. Он очень простой, лаконичный. Премьера спектакля, где Мария Гулегина выступит с партией «Леди Макбет», состоится на приморской сцене Мариинского театра 26 и 28 января. Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.